Ведение фибрилляции предсердий В прошлой лекции мы с вами разобрали антиритмическую терапию, сейчас антикоагулянтная терапия, актуализация вопросов диагностики, проблем диагностики фибрилляции предсердия, использования различных оральных антикоагулянтов в различных клинических ситуациях. Итак, цели лечения фибрилляции предсердий, напоминаю, это лечение основного заболевания, мы разобрали это в прошлой лекции, контроль ритма и частоты сердечных сокращений также в прошлой лекции остановились на этой проблеме. Сегодня, сейчас мы займемся профилактикой кардиомболического инсульта. И это та область, та зона, та ответственность введения фибрилляции предсердий, которая влияет на прогноз. Оральные антикоагулянты при наличии риска кардиомболического инсульта не только предбуждает инсульт, но и увеличивает продолжительность жизни. То есть это жизнеспасающая стратегия, которая используется в тактике введения фибрилляции предсердия. Повторяюсь, ни антиритмическая терапия, ни сложные хирургические методики не влияют так на продолжительность жизни и профилактику сердечно-сосудистых событий, как назначение оральных антикоагулянтов. Итак, патогенестер образования в предсердиях, в профибрилляции предсердий. Что, собственно, происходит при отсутствии систолы предсердий, при отсутствии адекватного опорожнения, замедления опорожнения предсердий и ушки левого предсердия также медленно опорожняются, происходит стаз крови, происходят вихреобразные движения крови, и происходит образование тромбов, как вот сейчас на видеоиллюстрации мы видим, образуются тромбы. Само по себе левое предсердие и ушко левого предсердия в условиях отсутствия систолы, естественно, предрасположены к образованию, к тромбированию, и ушко левого предсердия с повышенной тробикулярностью, с таким конусовидной формой, тоже это предрасполагающий фактор. Ну, как-то я спросила у своих студентов, а зачем же нам нужны ушки предсердий правого и левого взрослым уже людям? Кто-то из студентов сказал, для того, чтобы тромбы образовывались. Но это, конечно, не так, это смешно, ушки нам совершенно не нужны, они нужны были нам как дополнительные резервуары, кроме в внутриутробном развитии, но, тем не менее, это идеальный барфилогический субстрат для образования стромбов. Пока я это вам все объясняла, вот он произошел, кардиоэмболический инсульт, формируется зона ишемического повреждения головного мозга, и все наши усилия, которые мы используем для того, чтобы профилактировать кардиоэмболический инсульт, это и сохранение жизни, активности наших пациентов, и это грамотное назначение антикоагулянтной терапии. Итак, как же мы лечим? Что будет, если мы неправильно назначим антикоагулянтную терапию или вообще ее не назначим? Достаточно давнее исследование, в 2014 году было опубликовано, Оксфордское исследование, где проанализировали тех пациентов, которые поступали в клинику с острым нарушением мозгового кровообращения и у которых уже была фибрилляция предсердия, она была известна. Они наблюдались по поводу этого нарушения ритма. И что оказалось? Среди всех пациентов, которые были госпитализированы с инсультом, аспирин получали 50%. Да, это еще эра до новых оральных антикоагулянтов. Вообще не получали терапию четверть. 10% имели нецелевое МНО на варфарине. То есть практически 6,5% пациентов, которые поступили с инсультом на фоне фибрилляции предсердия, лечились правильно. В этом основная проблема в грамотном подходе к назначению антикоагулянтной терапии. Еще один регистр, шведский регистр, где просто сравнили общую смертность у пациентов моложе 65 лет с фибрилляцией предсердия и без фибрилляции предсердия. И оказалось, что эта смертность в 5 раз выше у мужчин с фибрилляцией предсердия, чем без. У женщин более чем в 7 раз. Это в течение года, первых месяцев и года с момента постановки диагноза. Потом с течением времени мы видим, что этот показатель общей смертности снижается, выравнивается. О чем это говорит? Что максимально рискуют наши пациенты умереть, а чаще всего это кардиоэмболический инсульт. В первый год с момента постановки диагнозов, когда не отработаны терапевтические стратегии, когда мы еще грамотно не назначили антикоагулянтную терапию, когда мы думаем, ждем, или пациент, получив назначение, рассуждает, а нужно ли ему это принимать, вот этот период регуляции терапии, период, когда еще не все отработано. Вот такие колоссальные риски. Значит, мы должны активно искать фибрилляцию предсердий, скринировать ее у определенного контингента наших пациентов. Что говорят рекомендации? Рекомендации говорят, скрининг для диагностики фибрилляции предсердий, исследование пульса записи УКГ у пациента старше 65 лет. Ну, это такая рекомендация общая. Когда же более детально мы должны скринировать? Мы должны скринировать у пациента после перенесенной ТИА или ишемического инсульта, когда диагноз фибрилляции предсердий не стоит. И здесь мы должны дополнительно регистрировать ЭКГ. Здесь мы должны дополнительно активно очень проводить скрининг. И вот эта позиция определила не только в европейских рекомендациях. Вот это рекомендации по диагностику и введению криптогенного инсульта американские. Что такое криптогенный инсульт? Произошел ишемический инсульт, мы не нашли явной причины. Нет фибрилляции, нет атеросклероза, сенокаратидного бассейна. Более глубоко мы не заглядывали. И вот этих криптогенных инсультов в среднем треть среди всех ишемических инсультов. Или, как сейчас говорят неврологи, есть две конкурирующие причины. Есть фибрилляция, есть бляшка в сенокаратидном бассейне. И мы не знаем, кто виноват в ишемическом инсульте. Но вот здесь эти рекомендации все-таки посвящены криптогенному инсульту. Инсульту, который неизвестен, причина его неизвестна. Мы ничего не находим. И если вот у таких больных с ишемическим инсультом без явной причины начать мониторировать ЭКГ, поставить петлевой регистратор и посмотреть, что же с ритмом, то через 4 недели 15% таких пациентов демонстрируют эпизоды фибрилляции предсердий. Это о чем говорит? Это говорит о том, что если мы не поставили вовремя диагноз, случится второй инсульт, а второй инсульт может быть либо фатальным, либо инвалидизирующим. И эти рекомендации предписывают нам пациенту с транзиторной ишемической атакой провести первичное, обычное, рутинное обследование. Нейро, визуализация, КГ, трансторокальную эхокардиографию. И если при обычном обследовании механизмы инсульта не идентифицированы, мы должны пойти по 4 дорогам, по 4 путям. С одной стороны, это длительная телеметрия для того, чтобы исключить возможную скрытую фибрилляцию предсердия. Это выполнение через пищеводной эхокардиографии, чтобы увидеть что-то, что мы не видели при транстрокальном. Например, механизм парадоксальной эмболии, атеровую дугеоорту, эффект спонтанного контрастирования и так далее. Интракорниальные сосуды исследовать. Может быть, здесь есть бляшка или диссекция. И более редкие заболевания, такие как тромбофилии, системные воскулиты и так далее. Вот по таким путям. И вот амбулаторная телеметрия или длительное холтеровское мониторирование – обязательное исследование для таких пациентов. Здесь же сравниваются разные методы мониторирования КГ. и в каком проценте диагностируется фибрилляция предсердия. Вот, например, семидневное холтеровское мониторирование. Уже фибрилляция будет у 12% пациентов с криптогенным инсультом. Амбулаторная телеметрия до 25% и петлевые регистраторы до 30%. Петлевые регистраторы не так распространены. В рутинной клинической практике вообще не используются. Поэтому очень активно развивается разного рода девайс-диагностика. Еще лет 5 назад я зарегистрировала алгоритм диагностики фибрилляции предсердия. С помощью мобильного телефона на айфон одевается вот такая шкурка. Вот это электроды для указательных пальцев. Подгружается программа и запись одного канала ЭКГ. Этого достаточно, чтобы диагностировать нарушение ритма. Сейчас вот галлопирующий рост этих девайсов. Одно из исследований оливкор кардиомобайл было проведено в 2017 году. Здесь вот такая система. Здесь вот так регистрировалось ЭКГ. Что это были за пациенты? Они взяли пациентов старше 65 лет, у которых по ЧАДС-ВАСК риск кардиомобайлического инсульта 2 и более баллов. И разделили на 2 группы. Одну группу обучили и выдали им устройство. Другая группа наблюдалась так, как обычно. Что оказалось? Оказалось, что в группе активного наблюдения 2 раза в неделю они записывали короткий эпизод ЭКГ и отправляли в центр. Вот такой рост диагностики случаев фибрилляции предсердий. Все, конечно, очень обрадовались, но себестоимость диагностики одного случая очень высока. И, конечно, сейчас развиваются другие технологии. Есть уже часы, есть браслеты, есть вот такие жилетики. Вот так имплантируются девайсы для того, чтобы мониторировать ЭКГ. Даже появились уже кольца. И последнее исследование, которое было представлено на европейском кадресе в 2019 году, Huawei Study. И в Huawei Study было доказано, что девайсы Huawei лучше диагностируют фибрилляцию предсердий, чем, естественно, девайсы Apple. По крайней мере, может быть, когда-нибудь уже в рекомендации войдет позиция, что для активного скрининга, активного поиска при наличии жалоб мы используем эти девайсы. И как мы валидизируем вот эти изменения, которые мы получили на этих девайсах. Но, тем не менее, мы диагностировали фибрилляцию предсердий у нашего пациента. Но прежде чем я перейду к тактике назначения антитромботических препаратов, необходимо оговориться. Если это большой эпизод, если многочасовой, если это неоднократно повторяющиеся большие эпизоды, все понятно. А если мы улавливаем короткие эпизоды нерегулярного ритма по холтеровскому мониторированию ЭКГ, что мы должны считать за диагноз? Так вот, эксперты мировые договорились. Если мы диагностируем фибрилляцию предсердию по коротким эпизодам при холтеровском мониторировании ЭКГ, мы принимаем за эпизод ФП, эпизод нерегулярного ритма с неравными РР и отсутствием П, длительностью 30 секунд. Все, что несколько комплексов, 5-7 секунд, нерегулярный ритм, непонятно что, мы не можем поставить диагноз фибрилляции, потому что мы сказали А, мы посчитали риск ардиомбрического инсульта и мы по жизни надали антикоагулянтную терапию. Итак, мы поставили диагноз, дальше как мы назначаем терапию? Мы должны прекрасно понимать, и очень часто молодые доктора и вот обучающиеся делают ошибку и задают вопрос, А если первый эпизод, и единственный, и больше ничего уже целый год не было, и не было повторов, неужели мы должны давать антикоагулянты? Так вот, решение о назначении антитромботической терапии не зависит от формы фибрилляции, даже если это пароксизмальная форма и единственный эпизод. И определяются степенью риска тромбоэмболических осложнений, которые мы оцениваем по шкале. Потому что если один эпизод был, неизбежно будет второй, третий, а может быть это будут субклинические эпизоды с невысокой ЧСС, пациент это не почувствует, это будет происходить в течение суток, и в итоге он получит кардиоэмболический инсульт. Итак, мы считаем шкалу. Мы поставили диагноз фибрилляции предсерния, мы должны посчитать шкалу ЧАЦ-ВАСК. Она очень простая. И по мере того, как пациент накапливает баллы по этой шкале, растет риск кардиоэмболического инсульта. Достаточно того, что наш пациент 60-летнего возраста и имеет артериальную гипертензию. Все, это уже два балла, мы обязаны дать антикоагулянтную терапию. Есть ли ситуации, когда ЧАЦ-ВАСК 0? Да, молодой пациент, там 45-50 лет, и геопатическая форма, он ничем не болен, у него никогда не было сердечно-сосудистых никаких событий, сердечно-сосудистых заболеваний. Если оценка риска инсульта 0, мы не даем антикоагулянтную терапию. Так же и прописано в рекомендациях. Итак, оральные антикоагулянты для профилактики тромбоэмболизма рекомендованы для всех мужчин со значением шкалы ЧАЦ-ВАСК 2 и более, и для женщин 3 и более. Почему для женщин 3 и более? Потому что женский пол – это уже 1 балл, да? И вот таким образом идет расчет риска у женщин. То есть 2 и более мужчин, 3 и более у женщин с классом уровнем доказанности, с самым высшим мы даем антикоагулянтную терапию. Если у мужчины 1 балл, например, только возраст 65 или 50 лет и артериальная гипертензия, а у женщин 2 балла, то же самое, плюс женский пол, что мы делаем? Мы учитываем индивидуальные характеристики пациента и все равно склоняемся в пользу назначения. Мы тоже назначаем антикоагулянтную терапию. Значит, в нашем распоряжении варфарин и новые или прямые оральные антикоагулянты. И впервые в 2016 году в европейских рекомендациях четко прописано, что новые или прямые оральные антикоагулянты имеют преимущество перед антагонистами витамина К. То есть мы их назначаем, мы инициируем терапию новыми или прямыми оральными антикоагулянтами. Если же мы лечим варфарином, мы должны поддерживать целевое МНО от 2 до 3 и вот таким образом вести пациента, постоянно контролируя степень гипокоагуляции. Сейчас варфарин не ругает только ленивый. Раньше, когда у нас ничего больше не было, кроме варфарина, мы вынуждены были им пользоваться, прекрасно понимая, что иногда непредсказуемый ответ, очень узкое терапевтическое окно, диапазон МНО. Мы всегда вываливались то в сторону снижения, то в сторону, наоборот, повышения. Он медленно разворачивает эффект и медленно выводится. Например, в случае подготовки к хирургическим вмешательствам или кровотечения необходим постоянный антикоагулянтный контроль. Самое печальное – очень большой спектр межлекарственных взаимодействий. Вот это лекарственное взаимодействие варфарина – это инструкция НИКОМЕТ к оригинальному варфарину. Запомнить это невозможно. Некоторые очень жестко конкурируют с системами метаболизма в печени, с системами цитохромов P450. Причем некоторые препараты увеличивают концентрацию, некоторые уменьшают концентрацию варфарина. Запомнить невозможно. Единственное, что в случаях, когда идет лекарственная терапия, мы с лекарственными взаимодействиями чаще контролируем МНО и регулируем дозу препарата. Далее, резистентность к варфарину может быть. Иногда очень часто надо корректировать дозы, наконец, с продуктами взаимодействуют. Многие клинические случаи в реальной клинической практике мы помним, как пациент, начиная соблюдать вегетарианскую дилету, зеленый чай, гриб, фрутовый сок, вдруг улетает МНО, и мы вынуждены, мы говорим, возвращайтесь к тому образу жизни, который вели, потому что мы не можем удержать МНО в необходимом диапазоне. А вот это колебания дозы индивидуальной, индивидуальной в зависимости от полиморфизма генов, кодирующих цитохромы печени. Это может быть и три таблетки, это может быть и полтаблетки, поэтому управлять варфарином очень сложно. Но, тем не менее, хороший или плохой варфарин? Конечно, хороший. Можем ли мы его использовать в качестве инициальной терапии? Пожалуйста, если нет возможности использовать новые или прямые оральные антикоагулянты. Почему он так хорош? Да потому что в клинических исследованиях он показал 64-процентное снижение риска инсульта по сравнению с плацебо при применении на фоне фибрилляции предсердий. Аспирин же только 19% снижения риска, и поэтому мы не используем аспирин и другие дезагреганты для профилактики кардиоэмболического инсульта у пациента с фибрилляцией предсердий. Но в 2011 году закончилось исследование Рилай на добегатране, победой добегатрана. Он превзошел варфарин по эффективности профилактики ишемического инсульта и по безопасности снижения риска кровотечения. Особенно внутричерепных кровоизлияний эра варфарина закончилась, и началась эра новых или прямых оральных антикоагулянтов. У нас на рынке сейчас три препарата, и если посмотреть, где они действуют, вот он, варфарин, действует на многие факторы коагуляции, потому что нарушают их синтез благодаря антагонизму к витамину К. А эти почему называются прямыми? Потому что действуют, блокируя один фактор прицельно. Риворексадабан, апексабан, десятый А фактор, добегатран, второй фактор, тромбин. И самое большое преимущество использования этих препаратов – отсутствие необходимого рутинного лабораторного контроля. То есть нам ничего контролировать не надо. 71 тысяча пациентов включено во все исследования по всем четырем препаратам. Эдоксабана у нас пока нет, но, может быть, в конце этого года он будет зарегистрирован на Россию, и тогда у нас будет 4 препарата. Да, они все разные, у них разный период полууведения, они по-разному взаимодействуют и всасываются с едой. Они имеют, и это очень важно для клинической практики, разный процент почечной элиминации. Самый большой – добегатрана, потом идет и доксабан, потом риворексабан, самый маленький – у апексабана. И поэтому регуляция здесь тоже происходит в зависимости от развития ХБП и снижения скорости клубочковой фильтрации. Но давайте немножечко вспомним, как мы дозируем эти препараты. Это очень важно. У каждого препарата есть две дозы – полная доза и сниженная доза. И ни в коем случае нельзя из-за боязни риска кровотечений снижать дозу. Надо всегда смотреть на пациента. Что под обегатрану? Здесь доза в популяции полная 152 раза. Если пациент старше 80 лет, обязательно снижается доза 110 в 2 раза. Если пациент в серой зоне от 75 до 80, плюс у него снижен клиренс клеотенина. Или межлекарственное взаимодействие, чуть позже об этом скажем. Или риск кровотечения, желудочное, кишечное кровотечение в ананезе. И тогда мы можем принять решение о снижении дозы. При клиренсе клеотенина менее 30 не используется. Апексабан – доза в популяции 5 мг 2 раза. Если сосчитается два и более факторов, такие как повышение клеотенина, продвинутый возраст, сниженный вес, доза снижается. Разрешено применение при клиренсе клеотенина от 30 до 15 и коррекции дозы не требуются, если нет других факторов. Ревороксабан – доза в популяции 20 мг. При снижении клиренса клеотенина от 30 до 50 – 15 мг. Но в аннотации к препарату оговаривается. Ограниченные данные, значимое повышение концентрации. Внимательно смотрим. При снижении клиренса клеотенина от 15 до 30 ниже 15 препарат не используется. Мы должны грамотно дозировать, тогда мы получим профилактику кардиоэмболического инсульта и не повысим риск кровотечений. Что еще важно? Да, новый оральный антикоагулянт имеет преимущество. И вот на эту позицию я хотела бы обратить внимание. Монотерапия дезагрегантами не рекомендована для профилактики инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердия. Красный свет светофора запрещено. Мы этого не должны делать. Только антикоагулянты. Мы рассчитали риск кардиоэмболического инсульта под шкале ЧАЦ-ВАСК. Грамотно выбрали препарат, подобрали дозу. У нас все равно есть риск кровотечения. Мы должны его оценить. Мы должны его посчитать. В предыдущих рекомендациях было принято считать по шкале ХАС-БЛИД. Эта шкала включает гипертонию, нарушение функций печени, почек, инсульт кровотечения и так далее. Сейчас, с 2016 года, мы говорим о том, что мы немножечко по-другому считаем. Но тем не менее, если мы посчитали по индексу риска кровотечения ХАС-БЛИД, 0,2 БЛАА – это означает низкий риск, 3 – более высокий. Если высокий риск, это не означает, что мы не дадим оральный антикоагулянт. Это означает, что мы, может быть, снижим дозу, если это нужно, и будем использовать какие-то стратегии по профилактике кровотечения. Потому что если высокий риск кардиоэмболического инсульта, мы должны пациента защитить. Итак, современная стратегия оценки факторов риска кровотечения. Европейские эксперты взяли разные шкалы геморрагического риска и свели их вот в такую таблицу. Они призывают нас работать с факторами риска кровотечения на фоне назначения оральных антикоагулянтов, чтобы снизить эти риски. Они поделили все факторы на модифицируемые, потенциально модифицируемые и немодифицируемые. Что значит модифицируемые факторы риска? Да, если неконтролируемая гипертензия, если пациент кризует высокие цифры, есть риск внутричерепного кровоизлияния. Назначьте правильную антигипертензивную терапию, и в этот фактор риск уйдет. Например, пациент бесконтрольно принимает нестероидные противовоспалительные препараты. Мы тоже должны за этим следить. Или зачем-то еще принимает аспирин, а ему не нужно этого делать. У него стабильный ЭБС в сочетании с фибрилляцией предсердий, достаточно орального антикоагулянта или злопоутотребление алкоголем. Потенциально модифицируемые факторы риска. Что делать? У пациента анемия назначим ли мы оральный антикоагулянт для профилактики кардиомболического инсульта при фибрилляции предсердий? Здесь, конечно, зависит от тяжести анемии. Если она тяжелая, мы занимаемся совершенно другими клиническими проблемами. А если анемия легкая или средней степени тяжести, мы должны быть уверены, что она не связана с какими-то скрытыми потерями крови, чаще всего и желудочно-кишечного тракта, или каким-то онкопроцессом. Мы должны поставить диагноз, мы должны правильно определить причину анемии. И если она не постгеморрагическая, то, например, B12 фолиеводефицитная или анемии хронического заболевания, связанное с нарушением всасывания железа, тогда мы даем оральный антикоагулянт. Нарушение функции печени и почек. Если есть возможность скоррегировать, конечно, корригируем. Уменьшение количества тромбоцитов или нарушение функций. Часто спрашивают, при каком уровне тромбоцитов мы не имеем права назначать любую антикоагулянтную терапию. Жестко ниже 50 тысяч. Если тромбоцит опускается ниже 100, мы начинаем очень сильно беспокоиться. Что мы должны делать? Но прежде всего надо посмотреть, почему. Почему снижается количество тромбоцитов? Одно дело, если у пациента есть уже диагноз какой-то иммунной тромбопении. А другое дело, если этого нет, и вдруг снизилось количество тромбоцитов. Это может быть связано с преаналитикой, то есть нарушением забора крови. И тогда тромбоциты выпадают в агрегаты. И анализатор чаще всего нам пишет, что тромбоциты в агрегатах. Тогда сниженное количество тромбоцитов – это неправда. Или это тромбопатия потребления. У вас тяжелый пациент, у вас, может быть, стартует ДВС. Поэтому надо всегда разбираться. В какой же ситуации все-таки мы начинаем выбирать между варфарином? Вернее, не выбирать даже, а мы говорим только варфарин. Да, у пациента фибрилляция предсердия, но мы не можем назначить новые или прямые оральные антикоагулянты. Это фактически две ситуации. Механический протез клапана в любой позиции и умеренный или тяжелый метральный стеноз. Вот здесь только варфарин. Все остальные легкие и умеренные клапанные нарушения, биологические протезы, пластика метрального клапана, за исключением первых трех-шести месяцев, мы можем назначать новые оральные антикоагулянты. Ну, в общем, если все это суммировать, то схема выглядит таким образом. И она представлена в европейских рекомендациях по введению фибрилляции предсердия. Механические протезы или средний тяжелый метральный стеноз, идем к варфарину. Если этого нет, оцениваем риск инсульта по шкале ЧАД-СВАЗК. Если два и более преимущества, новые или прямые оральные антикоагулянты, варфарин тоже возможен. Если один и два для женщин, мы все равно склоняемся в пользу назначения новых оральных антикоагулянтов. Если ноль, повторяюсь, ноль по шкале, не назначаем вообще. Ну, а если оральные антикоагулянты противопоказаны, если были уже кровотечения или внутричерепное кровоизлияние, например, было уже ВЧК на фоне оральных антикоагулянтов, а без них был уже ишемический инсульт. Что делать? Есть возможность постановка оклюдера ушка левого предсердия вот с таким классом уровнем доказанности, что можем рассмотреть, мы можем попытаться это сделать. Почему такая скромная рекомендация? Вот этот зонтик, имплантация раскрывается в ушке левого предсердия, причем здесь не должно быть тромбов. Вот так это через 9 месяцев все зарастает. Почему же мы так скромно говорим о оклюдерах ушка? Потому что не было вот таких ширкомасштабных исследований, которые бы подтвердили их эффективность и безопасность. В сравнительном исследовании с варфарином было меньшее количество геморрагических инсультов, но большее количество ишемических инсультов. В сравнительных исследований с премиоральными антикоагулянтами не было. И все равно после постановки вот этого оклюдера нужно несколько месяцев антикоагулянтной терапии, а предположим, это невозможно сделать. Что делать тогда? Еще одна очень интересная ситуация. Давайте все-таки рассмотрим. Очень часто, когда риск кардиоэмболического инсульта не так высок, когда один балл для мужчин, а два балла для женщин, мы задаем вопрос, а назначаем ли мы оральные антикоагулянты? Ну, предположим, даже нет расширения левого предсердия, нет дилатации. Мы думаем, что, может быть, нет такого риска кардиоэмболических событий, потому что все равно назначение антикоагулянтов – это риск кровотечения. Так вот, назначать или не назначать? И как много таких пациентов с одним баллом, если мы не принимаем во внимание пол? Это данные шведские. И среди практически полмиллиона пациентов с фибрилляцией в Швеции 10% имеет один балл, и 6,4% имеет балл ноль. И мы знаем, что тромбы бывают разные. Одно дело, когда в ушке левого предсердия вот такой тромб, и если он начнет фрагментироваться и попадет в бассейн среднемозговой, это очень крупный инсульт. Но могут быть и такие тромбы. Этот тромб однозначно яркая клиническая симптоматика. Такие тромбы могут совершенно бессимптомно попадать в корковые ветви. Что же тогда будет? А будет вот что. Одно из исследований, одна пятая часть популяции Швеции старше 20 лет, наблюдали в течение 8 лет и смотрели, у кого дебютирует деменция. Так вот, в основном у пациентов, которые имеют фибрилляцию предсердия, да, это обсервационное исследование, но тем не менее. И было спланировано еще одно исследование, та же Швеция. Полмиллиона пациентов с фибрилляцией предсердия выбрали только тех, у кого балл один и менее, у кого нет деменции, не было инсультов, внутричерепных кровоизлияний. И выбрали вот эти две группы и разделили на две подгруппы, у кого были оральные антикоагулянты и у кого их не было. Были и не было. Потом из этих 39 тысяч и 52 тысяч пациентов выбрали две группы посредством вот так называемой псевдорандомизации, взвешивания, то есть сопоставимые группы по полу, возрасту, сопутствующей патологии и так далее. И вот уже их анализировали и за ними наблюдали. Что оказалось? У тех пациентов с одним баллом по ЧАЦ-ВАЦ, которые получали оральные антикоагулянты более 80% всего времени, вот так кривая новых случаев деменции располагается, а те, которые никогда не получали, резко вверх. То есть риск деменции после болезни Паркинсона и возраста увеличивается. У пациентов с фибрилляцией предсердия с одним баллом по ЧАЦ-ВАЦ, если они не получают оральных антикоагулянтов. Однозначно один балл, да, если есть оральные антикоагулянты, то тогда риск деменции значительно меньше. Если мы разложим по возрастам, то да, начиная с 60 лет мы получаем преимущество при назначении оральных антикоагулянтов при одном балле в плане снижения риска деменции. Итак, вывод однозначен. Все пациенты с фибрилляцией предсердия старше 65 лет должны получать терапию оральными антикоагулянтами, а моложе 65 лет с диабетом, гипертонией, атеросклерозом, ХСН должны тоже получать терапию оральными антикоагулянтами. А если перед нами 50-летний мужчина с фибрилляцией без факторов риска, такие бывают, мы будем ждать 15 или 25 лет, или когда у него дебютирует гипертония, или случится инсульт, но это вопрос вне рекомендаций. И наши обучающиеся студенты и ординаторы должны понимать, я им просто демонстрирую сложности в назначении оральных антикоагулянтов. Как ответить на этот вопрос? Недавно я столкнулась с таким клиническим случаем. Пациент 46 лет обратился в клинику, он наблюдался по поводу синдрома раздраженного кишечника, он пришел к гастроэнтерологу, ему было записано ЭКГ, а там фибрилляция предсердий. Он ничего не знает, нет тахисистолии, он совершенно без санамнеза, у него нет сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, он курит, он понятия не имеет, когда это произошло. Предыдущих ЭКГ он не помнит вообще, когда делал. Чац-васк 0, что делать? Естественно, 46 лет, у него по эхокардиографии абсолютно неизмененная. Конечно, надо планировать абляцию, конечно, надо отправлять к ритмологам, что мы и сделали, маршрутизировав его. Не стали пока вроде назначать оральные антикоагулянты. Зачем? Он должен прийти в центр, он должен попасть на прием, должна быть спланирована абляция, до этого ему будут назначены антикоагулянты, потом отменены, потому что Чац-васк 0. Ну, казалось бы, вот так все должно по рекомендациям происходить. Но, тем не менее, перед тем, как в солидный центр федеральный отправлять, все-таки мы решили сделать через пищеводную эхокардиографию и увидели в ушке левого предсердия большой тромб. И судьба пациента совершенно развернулась по-другому. Сразу должны назначены быть оральные антикоагулянты и уже планирование радиочастотной абляции в условиях полного растворения тромба. Но мы должны обсудить с вами еще целый ряд клинических ситуаций. Мы диагностировали фибрилляцию, мы правильно выбрали препарат, правильно выбрали дозу, но мы не можем оставить и бросить своего пациента с этими назначениями. Это не антигипертензивная терапия, которую пациент может и сам регулировать. Это высокорисковая антикоагулянтная терапия. Поэтому обязательно на вот этой дороге жизни, по которой идет пациент, с ним будут случаться какие-то события, какие-то препараты он будет принимать. У него может случиться что-то с функцией почек. Может быть, спланирована малая операция или большая плановая операция. Или понадобится чрезкожное коронарное вмешательство. Или какие-то ургентные ситуации. А он принимает оральный антикоагулянт. И что делать? В каждой конкретной клинической ситуации что делать? Все ситуации мы с вами не сможем разобрать. Но основные. Необходимо ли оценивать межлекарственные взаимодействия? На варфарине я вам приводила список препаратов, которые действуют на концентрацию варфарина. А что с новыми оральными антикоагулянтами? Мы в основном о них сегодня говорим. Там тоже есть межлекарственные взаимодействия. Давайте посмотрим. Оранжевые и красные флаги требуют уменьшения дозы препаратов или даже отмены препаратов. Оранжевый флаг у добегатрана при параллельном приеме виропамила. Виропамил увеличивает концентрацию добегатрана. Идет конкуренция через систему П-гликопротеина. Поэтому нужно уменьшать дозу добегатрана. Но можно поступить совершенно по-другому. Дильтиазем не влияет. Поэтому если нужен антагонист кальция группы виропамила, используем дильтиазем и не думаем о регуляции дозы. Дранодорона у нас нет. Остальные желтые факторы не требуют уменьшения дозы. Идем дальше. Следующие препараты. Антибиотики. Здесь рифампицин. Здесь рифампицин на 50% снижает концентрацию препаратов. Оральных антикоагулянтов. И поэтому лучше их вместе не встречать. Противогрибковая терапия жестко повышает концентрацию. Поэтому рост концентрации антикоагулянтов идет в 2-2,5 раза. Что делать? Если нужна системная длительная противогрибковая терапия, переходить на варфарин или гепарины. Но, по крайней мере, вместе их встречать категорически нельзя. Вот это интересная красно-коричневая зона для всех препаратов. Вот такого широко используемого препарата, как дексаметазон. Пациент, например, с обострением бронхиальной астмы поступил в клинику. В каком-то остром состоянии. Мы часто используем дексаметазон. Так вот, мы не можем использовать его ни с одним оральным антикоагулянтом. Что делать? Приднизолон. Приднизолон – это совершенно другой препарат. И в реальной клинической порядке используется крайне редко. Что еще? Карбамезепин – да. Эпилепсия – да. Адивантная терапия боли. Снижается концентрация всех препаратов. Фенобарбитал. Вроде не так редко мы используем, но безобидные препараты. Кровоул, волокардин, который наши пациенты и за лекарства не считают. И используют ежедневно. Об этом мы тоже должны помнить. Зверобой продырявленный, жуткая травка, которая вступает в межлекарственные взаимодействия, по-моему, с 60 или даже больше препаратами. Лучше вообще фитотерапию со сложными, серьезными лекарственными препаратами вместе не сталкивать. Что еще может случиться с нашим пациентом? Ну, например, какие-то оперативные вмешательства. Он придет к вам, уважаемые доктора и уважаемые будущие доктора, те, кто назначили препарат. Он придет к вам и скажет, а что мне делать? У меня планируется оперативное вмешательство. Мы должны понимать, что не всегда мы отменяем и не всегда мы делаем очень большой прерыв. Потому что очень большой прерыв чреват все-таки риском кардиомболического инсульта. Мы должны знать, что будут делать с нашим пациентом. Есть вмешательства с минимальным риском. Стоматология, периодонтальная хирургия, импланты, глоукома, катаракта, эндоскопия без биопсии, какие-то поверхностные. Вообще не требуют отмены. Мы можем на фоне препарата проводить эти вмешательства. В крайнем случае отменять, например, если рано утром вечернюю дозу или утреннюю пропускать, отмена одной дозы. Низкий риск эндоскопии с биопсией, биопсией простаты, эфиабляция. Вот эти процедуры. Здесь мы можем накануне процедуру пропустить дозу, в день процедуры, а уже с вечера начать прием, если во время этой процедуры не происходили никакие события геморрагического характера. Есть один очень хороший документ, американский. Американские эксперты взяли и классифицировали все общества хирургов, классифицировали операции по степени геморрагического риска. И отдельно выпустили документ по ведению перепроцедуальному пациентов на антикоагулянтах. Позиция по новым оральным антикоагулянтам. Имеет предсказуемый период полувыведения. Поэтому мост гепариновый не требуется. Мы просто грамотно управляем. Мы смотрим риск кровотечения для конкретной процедуры. Ну, например, высокий, средний – это вся большая хирургия. Мы смотрим, какой препарат получает наш пациент. Например, ингибитор тромбина, добегатран. Мы смотрим, какой у него клиренс креатинина. Если он нормальный, отменяем за двое суток. Если чуть сниженный – за трое. Если значительно сниженный – за четверо. То же самое по ингибитору 10-го А-фактора. Потом произведена процедура, операция. У нас стоит вопрос, когда делать рестарт. Первый вопрос, который мы задаем, когда пациент, например, находится в отделении реанимации. Он может принимать препараты ПРОС. Если операция происходила на желудочно-кишечном тракте, то может быть в течение нескольких суток и нет. Если нет, то мы стартуем гепаринами. Если высокий риск кровотечения, если само оперативное вмешательство происходило в определенных условиях, это большой объем, мы это спрашиваем у хирурга, то тогда мы стартуем через двое-трое суток. Если все произошло штатно, нормально, геморрагические риски невысоки, стартуем гепаринами через сутки. А вот если постпроцедуальный риск кровотечений присутствует, и пациент может принимать препараты ПРОС, то то же самое, те же сроки, но уже для перорального приема. Что будет, если пациент на гепаринах, и уже можно принимать препараты ПРОС? Просто происходит переход во время очередной инъекции гепарины. Она не делается, а принимается первая таблетка нового орального антикоагулянта. На варфарине все сложнее. Но еще несколько клинических ситуаций. Если нашему пациенту суберляцией предсердена, проведено очень скоро коронарное вмешательство. Это или ОКС, или плановое ЧКВ. Как здесь поступать? Фактически здесь мы находимся между Сциллой и Харибдой, между двумя ситуациями. Риск кровотечений, ильшемические риски, тромбоз стента, новые коронарные события. И из этих зол невозможно выбрать меньшее. И если мы вспомним путешествие Гомера, то вот это Мессинский пролив. С одной стороны, была Сцилла чудовища, о шести головах и шести мохнатых коптистых лапах. И оно могло шесть моряков с корабля мимо проплывающего схватить и проглотить. Это, наверное, ишемический риск, мне так кажется. А с другой стороны, Харибда – это водоворот, который тревожим был подводной богиней, и туда засасывала целый корабль. Вот это, по-моему, кровотечение. Ну, Гомер, Одиссей умудрился проплыть туда и даже обмануть Харибду, зацепившись за ветку смоковницы. Но нам не хочется так упрождяться. Нам хочется жестких, четких, адекватных рекомендаций. Они есть. Эта ситуация неоднократно проигрывается в разных рекомендациях. То есть в сочетании чрезкожных коронарных вмешательств и фибрилляции предсердия мы должны дать двойную интермбационную терапию при ЧКВ или УКС и должны назначить оральный антикоагулянт при фибрилляции предсердия. Высокорисковая с точки зрения геморрагических событий терапия. Как это регулируется рекомендациями? Во-первых, нам нужно оценить ишемические геморрагические риски. Используем шкалы. Но они не совсем подходят к этой клинической группе пациентов, потому что не для них они разработаны. Поддерживать короткий период тройной терапии, то есть как можно короче тройная терапия, высокие геморрагические риски. Новые оральные лучше, чем варфарин, потому что ниже риск кровотечения. Низкие дозы новых оральных используем в тройной терапии. Это всегда будет сниженная доза. Клопидогрей препарат выбора, тикогрилол и парасогрилл пока не рекомендован. Используем низкие дозы аспирина. И рутинно на все время вот этой тройной-двойной терапии даем ингибиторы протонной помпы для того, чтобы защитить слезистую желудку. Дальше мы должны посмотреть все-таки, что превалирует у нашего пациента. Ишемический риск или геморрагический риск. Если это сложный коронарный больной. Например, у него был предыдущий тромбоз стента. Стентирование последней гемой коронарной артерии. Диффузное многососудистое поражение. Много стентов. Протяженное стентирование. Лечение хронической тотальной окклюзии. Да, мы будем придерживаться более длительного периода двойной антитрабоцитарной терапии в сочетании с антикоагулянтом. Вот как нарисовали европейские рекомендации 2017 года вот эту схему. Превалирует ишемический риск. Стартуем с тройной. Если высокий ишемический риск, до 6 месяцев можем продолжать тройную. Потом переходим на чаще всего оральный антикоагулянт плюс клопидогрель. И через 12 месяцев, если с нашим пациентом ничего не происходило повторного ишемического события, ОКС, стентирования, отменяем. Дезагрегант, он остается на одном антикоагулянте. Если превалирует геморрагический риск, то здесь, если можем тройную месяц дать, даем, не можем сразу стартуем с двойной. И это оральный антикоагулянт и клопидогрель. Это было в 2017 году. Потом были разные апдейты, пересмотры. Заканчивались разные исследования по вот этой двойной и тройной терапии на фоне новых оральных антикоагулянтов. И вывод, в общем, из всех этих консенсусов и исследований таков, что предпочтительный выбор двойной терапии со старта. Мы можем, исходя из исследований лиду ЛПСР, использовать полную дозу добегатрана в составе двойной терапии. И это предпочтительный выбор. Северо-американский консенсус по антитромботической терапии. По умолчанию терапия со старта двойная. Прямые оральные антикоагулянты предпочтительны. Лучше использовать препараты антикоагулянты в тех дозах, которые доказаны для профилактики кардиомболического инсульта. Итак, старт с двойной терапией. И вот это прописано. Тройная терапия только перепроцедуальна, потом сразу двойная. Только при высоком ишемическом риске мы можем в течение месяца дать тройную терапию. Вот такой подход на настоящий момент. Другая клиническая ситуация. У пациента, у которого есть фибрилляция предсердия, он принимает оральные антикоагулянты или не принимает, случается ишемический инсульт. И мы, естественно, отменяется оральный антикоагулянт, там проводится тромболизис, не проводится, это уже другая история. Потом мы должны делать рестарт орального антикоагулянта, для того, чтобы не произошло повторное ишемическое церебральное событие. Как регулируется вот такая клиническая ситуация в рекомендациях? Терапия гепарином и низкомолекулярным гепарином сразу после ишемического инсульта не рекомендована. Но мы назначаем терапию гепаринами только тогда, когда пациент обездвижен с целью профилактики тромбоза глубоких вен и тела. Вот тогда в профилактической дозе мы даем. Далее, до рестарта орального антикоагулянта, если он откладывается, мы даем аспирин. И комбинация оральных антикоагулянтов и дозагрегантам не рекомендована, если есть только ишемический инсульт, фибрилляция предсердия. Как стартуем? Есть такое правило Диннера 1, 3, 6, 12. Никаких клинических исследований не было, эмпирическое правило. Но, тем не менее, она принята всем неврологическим и кардиологическим сообществом. Если у пациента произошла транзиторная ишемическая атака, и мы доказали по нейровизуализации, что там нет очагов, то тогда, прямо в этот момент, как доказали, сразу же даем первую таблетку. Или мы меняем препарат, или он продолжает. Это от конкретной клинической ситуации зависит. Если легкий инсульт, через 3 дня стартуем. А вот если средняя степень тяжести или тяжелая, мы обязаны через 6 или 12 дней провести нейровизуализацию и посмотреть, не случилась ли геморрагическая трансформация ишемического очага. Если ее не случилось, мы даем. Если случилась геморрагическая трансформация, мы ждем, контролируем, потому что если на этом фоне мы дадим оральный антикогляд, мы усугубим и получим внутри черепное кровоизлияние. Есть факторы в пользу ранней инициации терапии оральными антикогулянтами, поздней, да, ранняя инициация, более легкий инсульт, малый очаг. Мы понимаем, что высокий риск инсульта ишемического. Нет необходимости каротидной хирургии. Почему? Потому что если есть необходимость каротидной хирургии, нам нужно делать эндартероктомию, все на каротидной зоне, то тогда мы даем дезагрегант, откладываем антикогулянт, делаем каротидную эндартероктомию, а потом уже назначаем комбинированную терапию. Вот. И факторы для поздней инициации, да, это более тяжелый пациент, геморрагическая трансформация, неконтролируемая гипертензия, которая может привести тоже к геморрагическим церебральным осложнениям. Другая, самая сложная клиническая ситуация, когда у пациента, например, есть фибрилляция предсердия, высокий риск ишемического инсульта, но у него случается геморрагический инсульт, у него случается внутричерепное кровоизлияние. И вот здесь у нас весы. С одной стороны риск повтора внутричерепного кровоизлияния, с другой стороны риск ишемического инсульта. Что мы здесь делаем? Прежде всего, мы должны проанализировать, а почему произошел ишемический инсульт. Может быть, есть какая-то причина, обратимая причина. Ну, например, какая причина? Какая-то травматическая или купируемая. Например, вместе с оральным антикугулянтом он принимал НПВС или аспирин по какой-то причине. Кризовое течение артериальной гипертензии на фоне гиперкриза произошло внутричерепное кровоизлияние и так далее. То есть это мы должны проанализировать. И если мы все-таки решаем делать рестарт после внутричерепного кровоизлияния, это мы делаем через 4-8 недель, сдвигаясь от 4 до 8 в зависимости от клинической ситуации. Внимательно анализируем факторы, способствующие воздержанию от оральных антикугулянтов. И факторы, поддерживающие рестарт, они вот здесь изложены. То есть антикугулянтная терапия – это очень сложное управление геморрагическими и ишемическими рисками. И мы должны всегда очень взвешенно подходить к этой терапии. Правильно назначать антикугулянт, грамотно регулировать разные клинические жизненные ситуации, которые возникают на пути наших пациентов. Спасибо за внимание.